Давайте по теме, которая сегодня на устав, наверное, даже не знаю, у всего города. Это наши места накопления твердых коммунальных отходов. Администрация города совместно с региональным оператором, с управляющими компаниями ведет сегодня работу по частному сектору. Мы без управляющих компаний, а на многоквартирных домах участвуем именно управляющих компаний. На сегодняшний день определено 49 мест на территории города в частном секторе, мест накопления твердых коммунальных отходов для раздельного сбора. На сегодняшний день я могу сказать, что у меня поступило 4 письма, по которым поселок Южный сказали категорически нет, мы не хотим ваших муниципальных площадок с раздельным мусором и с установкой на них специальной площадки для крупногабаритных отходов. Скорее всего предстоит встреча с жителями поселка Южный, потому что все равно площадки надо организовывать. Ну не в город же они повезут свои отходы крупногабаритные, все равно надо будет решать. Еще три заявления было. Одно заявление по улице Назаровской тоже просит переставить в другое место. Улица Песочная и улица Амурская. Вот улица Амурская, я просмотрела весь тот район, ну вообще район малый. Кроме этого места, по удаленности от жилья, но нет другого места. А человек обозначает, я поеду специально на эту площадку, еще буду смотреть. Он говорит, что уберите, потому что мне нужно заезжать на свой огород. Наша площадка столько места занимать не будет, чтобы он не смог подъехать к своему огороду. Она достаточно компактная и удаленная от его забора. Я понимаю, с чем это связано. Сколько уже встречаюсь с людьми, вопрос, вернее, отклик один. Уберите от меня, поставьте соседу подальше. Вот в то место подальше. Васьки поставьте. Почему было принято начать работу, вот такую активную, со всем городом? Рассчитываем на ленивых людей, скажем, ну в повычках. На тем, кому очень удобно вышел из дома и сразу положил в контейнер. Не несешь, по дороге не теряешь этот мусор, а точно донесешь и положишь. Вот рядом ориентируемся на города Ачинск, Красноярск, Ужур. Все вокруг нас ставят мусорные контейнера рядом с домами. Законодательство Санпин в этой части это делать позволяет. Написано, для раздельного сбора отходов у нас расстояние от жилья до площадки 8 метров. Позволяет. У нас также от детских площадок 8 метров, но только для раздельного сбора отходов. Тогда машина не будет ходить? Тогда машина не будет ходить, ну в многоквартирных домах, а будут забирать с площадки. Нет, а по частному. А по частному сектору будет. Мы в частном секторе контейнеров не лишаем вас. Ни в коем случае. Как у вас у всех контейнера стояли, так сказать, это дополнительные площадки. Ну, дополнительные площадки на тот случай, что нужно крупногабарит сложить или не хватило места в своем контейнере. Ну, чтобы не разбрасывать это, не раскидывать, не раскладывать. Люди, которым это было интересно, они звонили и спрашивали. Очень много было звонков. И им все это объяснялось. Поэтому вы мне нужны в помощь, чтобы объяснять людям, что ситуация должна просто улучшиться, потому что у нас на сегодняшний день мало мест. И это подтверждает нам прокуратура природоохранная. Было обращение в природоохранную прокуратуру, и там четко сказали, мало мест в частном секторе. Будьте так любезны. Поэтому в этой части 49 площадок мы ставим еще и с целью, чтобы в центральную часть города не везли золу. Ну, отсечь нужно вот этот вариант. Во-первых, для того, что если мы еще на многоквартирных домах начнем организовывать эти площадки, чтобы зола не попадала на территорию многоквартирного дома ни под каким соусом. Она должна остаться в частном секторе.